Здарова-здарова-здарова, любители кораблитосов, меня зовут Джонни Кэтсвелл и сегодня пойдет речь про эсминец британской империи Дейлинг берется как отважный и отважен он или нет мы сегодня и разберемся Ну что ж друзья, стыдно не когда видно, а когда из своих братишек показываешь не те сборки и перки Кто знает и кто помнит у меня был видос про все модернизации на эсминце 10 уровня и перки кэпов Но я его хочу переделать и Дейлинг там собирал неправильно, поэтому видос будет как никогда актуальным Ведь в этом видео я вам покажу самую ультимативную сборку на британский эсминец, после которой я набил 130 тысяч среднего урона за 80 боев Слабо это, блин, слабо, ну или нет, решайте сами Но уверен, вам будет точно интересно и вы получите много новой информации Итак, коротко пробежимся по перкам, точнее по ТТХ, да, конечно же, начнем с характеристик эсминца Боиспособность у нас 24 300, это хорошо, больше чем норма Ну и дополнительно у нас есть ремкомплекты, дымовые гранаты, разгончик, габ Короче, Дейлинг живет очень достойно и по мне это один из самых сложных убиваемых эсминцев на 10 уровне Потому что у вас есть фактически все для удобного ведения боя в течение продолжительного времени Едем дальше, артиллерия, британские универсалочки, 113 мм Это очень мало на первый взгляд, реально, самый, по-моему, маленький калибр Но его после перепила инерционного взрывателя Апали И поэтому у нас сейчас стоковая проба 19 мм Как говорится, больше вы не надо, надстройки прошибаем и хорошо Пушки максимально быстро передержаются, у нас их целых 6 И если, допустим, сравнивать с каким-то Холландом и прочими ребятами То мы их, конечно же, перед ДПМ, потому что пушек у нас больше 6 против 4, ну сами понимаете Есть также у нас крутые льготные ББшки Которые цепляются за острые поверхности Их мы тоже используем обязательно в прямые углы, в корпуса эсминцев Все, работаем по ними бронебойными Что еще хочу рассказать про пушки У них есть отличная, уникальная особенность Которая есть, по-моему, только у Деринга и вампира Это проворот на 360 градусов среди десяток Очень удобно Задняя башня быстро наводится и мы всегда готовы ответить по своему противнику Из 6 орудий Шанс пожара хороший В полной прокачке 10% Тоже будем зажигать Бодренько Ну и в полной прокачке Дальность стрельбы мы можем разогнать до 15.3 Казалось бы, это бред Но на самом деле Это стоит сделать и попадать все-таки можно Хоть баллистика не самая лучшая Снает летит долго, но если пристреляться По медленно идущим целям Вы будете Заносить урон Продолжаем возиться с Дерингом и перейдем к его торпедам Мы все-таки эсминец и рыбки здесь присутствуют 10 штук Дальность хода всего лишь 10 километров И очень медленные торпеды 52 узла Они тут больше играют все-таки второстепенную роль Больше рассчитываем на главный калибр Потому что у торпед и урон слабый И они медленные Но есть одна приятная особенность Если с вами случится синдром Кержакова То на ближней дистанции у вас есть прекрасная возможность Потрубного пуска торпед Поэтому когда линкор будет вас пушить То не стоит скидывать все веера сразу Как раз-таки пользоваться подрубным пуском Его вы точно заставите врасплох Также эта полезная фишка Помогает отковать РЛС крейсера Которые прижались у острова И думают, что С ними ничего не будет Чисто в носик по одной штучке И засылаем Приятная механика И еще хочу отметить Что не стоит ей пользоваться всегда Когда вы в открытой воде торпедите Маневрную цель То лучше скидывайте сразу все веера Потому что когда вы отправляете торпеды под штучно То от них вполне себе легко вернуться под гапом Там как бы площади поражения Не будет Сейчас я пока заливаю два Крейсера Обратите внимание Баллистика Помогает перекидывать острова И вот эта вот скорострельность урагана Она просто сносит Любых неприятелей ПВОшка 52 в порту Слабое Беззенитное Вооружение Максимум что мы можем сделать Это сбить Лампочки Но против авиков Оно практически бесполезно Однако у нас есть Двое граната Которых чуть позже поговорим Поэтому главная наша защита Это Отстрел этого вооружения И расходника И мы просто прячемся От авика в дымах Дэринг превращается В тоже достаточно неудобную цель Потому что на него Зайти вражской авиации Будет непросто Из-за того что он всегда будет В дымах Маневренность Это Достойный параметр Этого эсминца Потому что он отзывчивый Он очень юркий Имеет вшитый разгон Набирает скорость Мгновенно Прикладку релей Тоже приятный 3.7 Но максималочка слабая Всего лишь 36,8 узлов И никакого фронтажа У нас нету Один из самых медленных эсминцев И это Блин ужасно Потому что Вы будете никуда не успевать Вы никого не будете догонять При этом Сами убежать не способны И блин Когда вы попадаете Вот на какую-то Открытую местность На открытую воду То Это все что Если бы вы выехали На какую-то гоночную трассу На Жигули Вы хотите разогнаться Но вы этого сделать Не можете Вот это у меня всегда В Деринге бесило Его максималочка Но Свыкнуться Можно И Дальше будет Как бы Покомфортней Маскировочка В полной прокачке 6 километров И тут тоже Мы проиграем Конкурентам Шимке Гирингу Юянгу Мы Уступаем маскировке Они нас будут Пересвечивать Однако Это не супер страшно Потому что Мы все-таки Универсальный сменитель А не торпедный Я лично Играю С маскировкой 6 и 6 Потому что Другие полезные перки Беру у командира И скажу Что С такой маскировкой Играть тоже Более чем комфортно Потому что Вы все равно Проигрываете В этом параметре А С помощью Ваших хилок Дымов Жить вообще Просто И маскировка Нам В рандоме Как минимум Полная Не нужна Давайте Перейдем К снаряжению Дейлинга Вас Достойный Набор И первым Делом Два Шашка Это Вид дымов Которые Быстро Разсеются У нас Их 6 На бой Хватает И ситуативно Они лучше Чем даже Какие-нибудь Американские Дымы Потому что Позволяют Менять Часто Местоположение И у вас Будет Практически Всегда Готов Дым На 40 Секунд Этого В принципе Хватит Габ Ближнего Действия Он Обнужит Торпеды На 3 Км Обнужение Кораблей Тоже На 3 Км Этот Габ Не Предназначен Чтобы Кого-то Пушить Чтобы Ловить Эсминцев Он Нужен Как раз Таки Как Крутая Защита От Торпед За все 80 Боев Я По-моему Словил От корабля Только Одну Торпеду И то По своей Глупости Но Фактически Эсминец На 100% Защищен От этого Вида Вооружения Потому что У вас Классная Маневрность Быстрый Разгон Еще и Вот такой Габ Ну и Сейчас Это актуально Потому что У эсминцев Больше нет Перка Бдительность Поэтому Чтобы не Поймать Лаки Торпеду Вот Пожалуйста И конечно же Ремкомплекты Хоть они не так много Отхилиют Но Тем не менее Позволяют Исправлять свои ошибки А также Быковать Потому что Я всегда На дейлинге Шел в какую-то Там Не знаю На толпу Противников Вот серьезно Хоть на четверых Знаю то что Могу отхилиться Конечно Не стоит Прям вот Перебарщивать Но Тем не менее У нас Корпус высокий Урон будем получать А хилки Позволяют Компенсировать Этот недостаток Ну а теперь Чтобы всех Кромсать в рандоме Я вам показываю Свою крутейшую Сборочку На дейлинг Очень-очень Необычно Итак Первый слот Это конечно Защита орудий Дальше Берем Либо Защиту Машинного отделения Либо можете взять Гидрустический поиск За уголь Тут что вам больше нравится Дальше Берем систему наведения Обязательно Чтобы чуть-чуть Быть точнее Соответственно Чаще попадать Рулевые машины Разгон шит Маскировку И обязательно Досылатель Стоит понимать Что дейлинг Это не торпедный эсминец А именно Эсминец КК Поэтому усилием Наши Прекрасные 130-мм Стволы А теперь Перки командиров Вас встретят Две сборки Первая Более спокойная Для того Чтобы дольше Жить бою Так как у нас Будет супер Интендант Вторая сборка Это как Чак Норрис Может выжимать Из лимона Апельсиновый сок Я смог Из дейлинга Выжить Все соки Весь Максимум Весь потенциал Вот в этой сборке Чтобы набивать Такой прекрасный урон Она очень Очень опасная Горячая Но при этом Позволяет набивать Крутые цифры урана Первый слот Это профилактика Дальше нам понадобится Утяжеленные БП снаряды Так как они У нас хорошие Льготные Льготные Рикошета И Обязательно Пиротехника С учетом нашей Хорошей скоростельности Лишний шанс на пожар Будет полезным На третьем уровне Берем обязательно Мастер Повербы за живущий Чтобы быстро Не отлетать Отчаянный Это прям Мастхеф А на четвертом Нам понадобится Мастер ГК и ПО Чтобы усилить Нашу дальность Это важно В базе у нас 12.3 По-моему Это как бы неплохо Но честно Нужно больше Потому что мы медленные Мы не будем успевать И чтобы Дотянуться Вот Дотянуться Своей клешней До линкора И повесить ему пожар Нам понадобится Именно этот перк Для усиления дальности Бесстрашный Конечно же Он позволяет Разогнать нашу Скорострельность Когда нас видно А видно нас будет часто Если мы будем стрелять Поэтому берем бесстрашного И на сдачу Я поставил Приоритетную цель Пожалуйста Пользуйтесь Мне помогало Уворачиваться Анализировать Обстановку Ну если вы Играете без нее То Можете Поставить из последних сил А модернизацию Дядь как раз таки На габ Еще Крутым будет Усилением Андрюшка Нет не Аршавин А Андрюшка Кеннингем Который сейчас Продается в Адмиралтействе А если будете играть Без Супер То это будет еще лучше Потому что у Андрюшки Есть полезный талант По моему при набитии Двух фрагов Вам дадут Дополнительное снаряжение И пожалуйста Вот вам три хилки Как раз таки Которые нужны Потому что две все таки мало Но играть можно Все Все собрали мы Деринг Погнали Посмотрим дальше Бой в рандоме И я Подведу итоги Итак На выходе мы получаем Прекрасный Универсальный эсминец Который способен Выполнять большой спектр Задач на поле боя И при этом Из важного Хочу отметить Что Деринг Может убить Любого эсминца Один на один Вот реально любого Я убивал Мерсау Марсо Меркава Ладно Короче Клиберовска Хабаровска Харугума Реально Нету того Противника Который не способен Бить Деринг Шесть стволов С такой скорострельностью Разносят Любого Вот вообще Дальше Есть и торпедки Которые Здесь больше для галочки Но Все равно По две Там по три За бои попадают Это тоже дополнительный урон Ну и самое важное У нас прекрасная защита От авиков У нас крутой разгон У нас хорошая живучесть И все это в совокупности Делает опасный эсминц Который реально Сложно достать И сложно убить Отмечу Что Деринг Будет прекрасным выбором Для новичков Потому что Корабль Получился Еще раз повторюсь Универсальным И комфортным И позволяет Самое важное Отхиливаться Я всегда говорю Что эсминцы с хилкой Они хороши Поэтому новичку Будет Реально удобно Начинать Осваивать этот класс Именно с Деринга Так что качайте Но для тех Кто уже является Гурвордом Варшипс Деринг будет Отличным Выбором Для Набития Крутого урона Также Этат эсминь Себя прекрасно Показал на кодс Его брали Потому что Он боролся За точки Он боролся С всякими Марсо И выживал Да Вот пожалуйста Кстати хочу Еще сказать Вот этот прокач Который я вам сейчас Показал Он также в принципе Будет актуальный Для вампира Пользуйтесь Тоже Я его прокачивал По другому Мне он не понравился Но думаю В такой сборке Он получше Раскроется Итак Уже 200 тысяч Урона Набито В принципе Мы выиграли Давайте вспомним Что было в бою Я разобрал эсминцев Я пострелялся С крейсерами Я побоковал Пораспилил Линкор Сббшка Фугаса В общем Много что тут Натворил И Хорошо себя проявил Кстати Мне еще нравится В Деринге То что он Да повторюсь Круто разгоняется Это очень Позволяет сбивать Прицелы Противникам То есть Вроде бы Все Ты понял Тайминг В тебя целится И ты такой Нажимаешь разгон Все В тебя мажут Пожалуйста Здорово Думаю да Вот сейчас Обратим внимание Мне помогает Улучшенная дальность Доставать до этой Республики А без нее Я бы не смог Но мне нужно Повесить пожар И я это смогу Сделать 2 800 Всего лишь ХП у меня осталось Еще раз Почему Да потому что Есть скилки И они Реально решают Этот вопрос С выживаемостью В общем Друзья Деринг Попробуйте В такой сборке Еще раз повторюсь Она исключительно Для рандомных боев Вот только для них Но А где же мы с вами играем И набиваем статку Конечно же В этом виде боев Британец Получился Сильным Исминцем Его даже Резали Но как бы Все равно Остался он На достойном Уровне Бой идет уже Конечно же К концу Осталось забрать Несчастную Республику Которая Уткнулась Конец карты Но это Ее Не спасет Подотчаянным Просто Посмотрите Какая Реально Какая лавина Вот этот Град стрел Град фугасов Заливает Республик Ну На ее месте Я не хотел оказаться Будучи играя На линкоре Все Отправляем в порт И остается там Какой-то ЗАО Но уже Победа За нами В общем ряд Деринг Это универсальность Это Реально Комфортность Отзывчивость Габ От айвиков Даже мы защищены За счет Домовых Шашек Блин Реально Сложно Представить Эсминец Более Многозадачный Чем Вот этот Вот Англичанин Ну Может быть Грозовой Но Наверное Нет Лично Мне Деринг Все равно Остался Не совсем По душе Потому что Он медленный Ну Меня это Бесит Я люблю Более Динамику Большую Но Тем не менее Я его чуть-чуть Больше Полюбил И все-таки Улучшенная Дальность Комфицирует Этот недостаток В слабой скорости Все Братишки Если вам Видео Понравилось Ставьте лайк Подписывайтесь На канал Здесь говорят Правду Ладно Это на другом Канале Здесь показывают Крутые Перки Сборки С вами был Катсул Всем Пока